Сегодня, 12 октября 2012 года, в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» состоялась пресс-конференция кандидата в мэры города Химки Евгении Чириковой. Административный ресурс цветет пышным цветом. Нет сомнений в том, что выборы в Химках вновь пройдут по-чуровски показательно. Страх тебе дохом открепительных удостоверений, раскручиванием каруселей и банальным воровством голосов в пользу нужного кандидата. Но Евгения Чирикова считает, что бороться все равно нужно. Хотя бы для того, чтобы пошатнуть власть жуликов и воров снизу, а потом и вовсе вытеснить с политической сцены, избежав кровавой революции. Насколько честно, проходила предвыборная кампания? У нас была изначально совершенно неравная ситуация. То есть в пользу господина Шахова выходили газеты, химкинские новости. Это наша местная газета, которая почему-то выходила, несколько номеров вышла с такими, знаете, панагириками в северокарейском стиле, как «Хорош товарищ Шахов». И это было распространено в каждый почтовый ящик. Газета – дело дорогое. Мне приходилось у людей собирать деньги в наш избирательный фонд. И, честно говоря, хочу сказать, что меня люди поразили. Спасибо большое. Несмотря на то, что это довольно тяжело делать через Сбербанк, мы набрали практически полмиллиона рублей. Мам, это очень много. Но, тем не менее, один выпуск газеты стоит порядка 150 тысяч рублей. Это очень дорого. Мы имеем право печатать газеты только в определенной типографии. И то, что господину Шахову сделали такой подарок, четыре выпуска химкинских новостей для него просто бесплатно раскидали по ящикам, это, конечно, административный ресурс был задействован на полную катушку. Что неприятно, были задействованы бюджетные средства, потому что газеты сами с собой по воздуху не летают. Следовательно, сотрудники ЖКХ за бюджетные зарплаты, за бюджетные деньги разложили эти газетки. И это было особенно неприятно в тот момент, когда наших инвалидов и ветеранов лишили 15-процентной скидки по выплате тарифов ЖКХ. Это было нечестно. Как вы знаете, меня очень смешно лишали всех залов возможности встретиться с избирателями в теплом, комфортном, уютном помещении. То трубы лопались с кипятком, то просто там круглосуточно репетировал духовой оркестр, и не было никакой возможности прерваться. И даже из троллейбуса меня выгнали. То есть, благодаря поддержке Ильдара Рязанова, честно говоря, я тоже хотела бы, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо, потому что Ильдар Рязанов не только изучил биографию, программу, и сделал очень хорошее видеообращение, очень вдумчивое. Но он еще и протянул руку в помощь, когда он увидел, что выгнали даже из троллейбуса, предложил встречу со избирателями усилевки на театре Ильдара. Как, на Ваш взгляд, можно вернуть фактическое, а не фейковое звание наукограда химкам, когда все-таки бюджет на науку формируется в федеральных структурах, и не является этот вопрос ни в компетенции марокинга? Да, я с Вами согласна абсолютно, что действительно космическую промышленность поднять опять на ноги в химках, а ведь в химке делали в свое время двигатели для авиации и для космоса, работали на оборонку, делали очень сложные вещи. Да, действительно, это не в компетенции мэра. Что я могу сделать? Я могу сделать так, чтобы бизнес в химках проходил без поборов. И когда мы составляли программу, то мы искали тех управлянцев, которые работали в области наукоемких технологий. В том числе мы нашли людей, которые сделали рентабельным вертолетостроение в нашей стране. И вот представьте себе, что возможно это сделать коммерчески выгодным делом, даже такое дело, как вертолетостроение. И, честно говоря, я думаю, что тут прежде всего не нужно мешать тем бизнесменам, которые делают свой бизнес на экономике человеческого капитала. Да, конечно, это несколько больше, чем компетенция мэра. Но если мы будем хотя бы пытаться, хотя бы даже из химок доносить на всю страну то мысль, что люди, которые занимаются человеческим капиталом, которые занимаются наукоемким бизнесом, они должны платить поменьше налогов, а те, которые добывают, вот, например, бурят шельфы в Арктике, они должны не обнулять им должны налоги, как это делает Путин, а наоборот, они должны платить очень много. Вот, то есть, чтобы кто думает, платил поменьше, и чтобы мы тем самым делали все возможное для развития этих бизнесов, которые думают и которые дают будущее нашим детям. А те, кто только кушать умеют, вот тех, наоборот, заставлять столько платить, чтобы им кушать не очень хотелось. Инженеру интересно решать сложные инженерные задачи. Мы можем дать возможность в нашем городе развиваться этим бизнесом. Я вас уверяю, мэр очень много может, если он хочет. Насколько реально честно победить на выборах в отдельно взятом подмосковном городе, играя по правилам отпетых мошенников, покажет уже ближайшее воскресенье, 14 октября 2012 года. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ